Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. В Москве 19 часов 4 минуты. Вы слушаете новости в классике. В студии Андрей Норкин, Дмитрий Быков. Где? Я уже практически повернул к нам, так что сейчас займу свое место рядом с тобой. Привет всем. Он привет всем повернул к нам. Прекрасно. Ну, начинаем. Ну, настоящих котят живых мы вам пока не покажем. Недели две, наверное. Правильно, Димка, как ты думаешь? Я в общем случае уже видел фотографии. Они довольно крупные и вполне раздавабельные. Вот. Главный кота-эксперт Коммерсант ФМ об этом вам сказал. Фотографии, кстати, можете найти у нас на Фейсбуке. В Твиттере их гораздо больше. Там я только одну распечатал. Вот. Все-все прошло хорошо. Но можно, кстати, даже услышать наш сегодняшний брейкин-ньюс, который у нас был в эфире. Так что подождите немножечко и потом увидите все это своими собственными глазами. Если, конечно, Ютьюб не закроет. Так что переходим мы теперь уже к первой теме. Ты, конечно, слышал о том, что сегодня Ютьюб сначала запретили, а потом разрешили. А потом отпретили, да. А потом отпретили, да. Значит, вот этот вот замечательный единый реестр запрещенных... Нет, сейчас я скажу. Единый реестр доменных имен указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию о распространении которой в Российской Федерации запрещено. Вот. Это вот официальное название. В общем, объяснили, что все это была некая какая-то техническая ошибка. А ты как думаешь? Я абсолютно уверен, что это не техническая ошибка, а такая проба пера. Есть слух о том, что даже скоро там окажется. И если обращаться к классике, то постоянно мне вспоминается один из филосистических текстов Ильи Кормильцева, который говорит, что когда он придет в классе, он примет единственный запрет. Запретит, запрещит. Вот Царство Небесное прошло уже 4 года с одной смерти Юнии, а его слова становятся все более и более классическими. Буквально у нас на глазах. Но, тем не менее, вот ты говоришь, проба пера. А почему так быстро назад отыграли? Потому что, ну, конечно, был богобой такой случился. Ну, я не знаю, что изначально, что пользуются Ютьюбом, это совершенно, так сказать, не исключено. Может быть, они тоже очень этим интересуются. И есть у меня такое подспудное ощущение, что и дети, безусловно, пользуются этим, а им детей пока еще во всем случае, собственно, жалко. Ну, в общем, есть такое чувство, что пока Ютьюб уцелеет. А вот надолго ли, этого я сказать не могу. Понятно. Но это все, на самом деле, перекликается, на мой взгляд, с другой темой сегодняшней. Какой же? А сегодня, забыл я сейчас название этой организации, в общем, они построили кучу различных там диаграмм, графиков, и пришли к выводу, что протестная активность в стране, как бы совсем уже потенциал ее исчерпан. Что ухожилось абсолютно. Да, и поэтому никакие интернеты, ничего тут, на самом деле, никакой роли не играют. Интернеты, да. Ну, согласен с этим? Ну, знаешь, конечно, потому что здесь совершенно точно мне вспоминается, как Гоголь говорит в выбранных местах из переписки с друзьями, у него там замечательные классические слова. «Всякий человек был борец, а ныне всякий человек дрянь и тряпка». Это довольно характерное, на самом деле, явление, которое, в общем, ничего не говорит об улучшении настроений, об улучшении протеста, а просто этот протест из формата «Уберите» пришел в формат «Ой, я так больше не могу». Вот это совершенно нормальное явление, о котором очень многие, начиная и с Гоголя, и не только, ну, в общем, писали. Это норма. Когда люди видят, что перспективы никакой нету, то происходит точно по классическим стихам Саш Чурного. «Отвлечемся от второго мира и полезем гучком под кровать». Но это, к сожалению, и к счастью, это не означает спада протестной активности. Это означает ее переход в другую форму. Больше власть любить не стали. Ну, так все-таки к сожалению или к счастью, что все под кровать-то забрались? Или не забрались? Для меня, во всяком случае, вот странную вещь скажу, для меня от счастья это и к счастью, потому что мне кажется, что люди в этом состоянии, они, может, меньше на улицы ходят, зато больше думают. Они не стали ни подлее, ни конформнее, ни лояльнее. Просто они вместо того, чтобы протестовать, выстраивают свою альтернативную жизнь. И для власти это ничуть не лучше, с вами уверены. Кстати, я вот вошел на территорию коммерсанта. А, ну, прекрасно. Давай, а то тебя очень плохо слышно сегодня, человек. Я тебя выключаю. Давайте мы тогда уйдем на рекламу. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Вот и после этой небольшой рекламы и традиционного выпуска новостей вплывет сюда мой соавтор. Отцы-основатели и современные технологии инвестирования. От первых торговых стратегий до современных алгоритмов. Роботорговля и хедж-фонды. Высокие технологии на российском фондовом рынке. Инвестиционная группа «Нордкапитал» и «Коммерсант-ФМ» представляют. Председатель совета директоров инвестиционной группы «Нордкапитал» Яков Шляпочник и Константин Максимов в специальном проекте «Рынки и технологии». Каждую среду после девяти вечера на радио новостей. Телефон рекламной службы 627 1027. Главное сегодня. В центре Тель-Авива взорван автобус от 22 пострадавших. YouTube ненадолго оказался в списке запрещенных в России сайтов. Оппозиционеру Леониду Развожаеву предъявили новое обвинение в разбойном нападении. 19 часов 10 минут в Москве. И новости коротко. Адрес видеохостинга YouTube удален из списка ресурсов, запрещенной к распространению информации. Как пояснили Интерфаксу в Роскомнадзоре, администрация сайта удалила весь нежелательный контент. Нежелательная информация удалена. Адрес сайта держался какое-то время в реестре из-за технического сбоя. Но к 17.00 по московскому времени мы из реестра его исключили. Пояснили в Роскомнадзоре. ЛДПР подготовила и завтра внесет в Думу... Прекрати пыхтеть! Да что ж ты такой! Выключи микрофон! Ну скажи здрасте всем, нормально, чтобы тебя слышали. Здрасте всем! Прекращу пыхтеть! Да. ЛДПР подготовила и завтра внесет в Думу законопроект, устанавливающий новый порядок выплаты зарплат раз в неделю. Как сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, у нас суммарно около 2 миллиардов рублей составляет задолженность по зарплате. Иногда человек работает, ему не платят и не платят. А здесь он неделю отработал, не заплатили, он уже может принимать меры. Татуировку на пояснице Кейт Мосс оценили в миллион фунтов. В интервью журнала Ointy Fair модель рассказала, что автором этой татуировки две маленькие птички такие у нее там, является художник Люсьен Фрейд, написавший ее портрет в 2002 году. Издание Shine подсчитало, что если сама картина была продана за 3 миллиона 930 тысяч фунтов, то стоимость татуировки работы Фрейда составляет как раз около миллиона. Московский трафик в эти минуты, слово Никите Нелюбину. Программу представляет ООО «Медицинский центр Агами», клиника Агами, стоматология по мировым стандартам. И все внимание на третье транспортное кольцо. Загруженность 7 баллов в оба направления. С внутренней стороны пробки между Волгоградским проспектом и Варшавкой, а также на участке от проспекта Вернацкого пробка тянется фактически до Ленинградского шоссе. С внешней стороны тоже серьезные заторы. От Русаковской эстакады до Савеловской. От Звенигородки пробка тянется фактически до Кутузовского проспекта. Ну и теперь смотрим на Садовое кольцо. Загруженность Яндекс дает очень высокую, 9 баллов. Внутри их пробки от Высокоявского моста до Ленинского проспекта, от Смоленской с 7 площади до Малой Дмитровки. И с внешней стороны пробка тянется от Таганской площади до Кудринской. Через 10 минут о выездах из Москвы в область. Клиника Агами предлагает программу антистресс в стоматологии. Лечение без боли, страха и неприятных воспоминаний. Клиника Агами. 775-4565. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19 часов и 12 минут в Москве. Итак, Дмитрий Быков уже в студии. Теперь можешь включить микрофон. Можешь даже попыхтеть. Да чего уж там я отпыхтелся. Здравствуйте, очень приятно. Да, мне тоже очень приятно, потому что что-то сегодня по телефону плохо тебе было. Высокая загруженность. Слушай, а мы завтра с тобой не работаем в эфире. Почему мы не работаем в эфире? Но меня завтра не будет. А ты завтра будешь? Я буду. А, значит, вместо меня кто-то. А что с тобой? А я завтра на церемонии коммерсанта года принимаю участие. Ну, я буду, да. Ты будешь, все хорошо. Я надеюсь, мне кого-нибудь выделят. Ну, боже, конечно, как можно. Главное, чтобы ты был. Мы-то так, чего. Так, что-то получилось сегодня, что у нас программа сверстана, вот, знаете, то есть тема политическая какая-то, важная, серьезная тема чуть-чуть попроще. Хотя Дмитрий Львович может любую тему развернуть эдаким оригинальным образом. Значит, правозащитная организация, одна из самых известных правозащитных организаций в мире, Human Rights Watch, она называется. Да. Сегодня выступила с требованием прекратить разработки боевых роботов. Потому что боевые роботы, они могут не отличить солдата от мирного жителя. И, соответственно, значит, это все приведет к увеличению жертв. Но то, что роботы бывают тупыми, особенно боевые роботы, это в свое время было блестяще иллюстрировано в классическом роботе-полицейском. Паули Верховина, давайте-ка вспомним этот момент, когда там презентуют первый вариант этого робота. Мистер Кинни? Да, сэр. Прошу вашей помощи. Да, сэр. Мистер Кинни поможет воссоздать процедуру разоружения и ареста. Мистер Кинни? Вы бандит. У вас пистолет. Направьте его на ЭД. Да, сэр. Положите оружие. 20 секунд на исполнение. Думаю, вам стоит подчиниться. У вас осталось 15 секунд. Угроза насилия. Статья 40, часть 2. У вас осталось 5 секунд. Помогите! 4, 3, 2, 1. Помогите! Помогите! Я вынужден применить силу. Вот такая кровища мяса и насилия в эфире Коммерсантов. Ну, ты разделяешь опасения? Потому что все эксперты говорят, что ничего не будет. Все равно все будут придумывать этих роботов, потому что это мировой тренд, и вообще мы не можем стоять на месте. Мы человечество. Ну, на самом деле, если уж говорить о классике, то полагалось бы здесь, конечно, вспомнить первый закон роботехники, сформулированный Азимовым, что робот никогда не будет и не может действовать во вред человеку. Да, и, кстати говоря, этот закон по большей части исполнялся, поэтому я считаю, что боевые роботы для человека... Исполнялся у Азимова, а у других авторов роботы более здоровы. Не представляю. Нет, конечно, в роботов все-таки заложена неспособность напасть на человека, причинить вред человеку и так далее. Другое дело, что Human Rights Watch, они по-своему, безусловно, правы. Если роботы нас заменят в какой-то момент, человечество вымрет. И здесь нельзя вспомнить другой гениальный классический рассказ. Рассказ Роберта Шекли «Армагеддон», где роботы пошли в борьбу с силами зла, и роботы были взяты на небо вместо людей. То есть, видимо, если мы боремся реально за права человека, мы не должны позволять роботам, ну, как, в общем, поднационалисты борются против гастарбейтеров, нам рабочие места, мы должны, видимо, этот тренд переместить на людей. Роботы не должны отнимать у людей рабочие места. В этом смысле, да, приходится согласиться. Human Rights Watch абсолютно правы. Но они, нет, они говорят только о боевых роботах. Хотя же не говорят там о роботе-пылесосе. Хотя это кажется мне более перспективным. Как раз об этих же боевых роботах как раз и говорил, собственно говоря, Шекли. Потому что если действительно человек всю военную, истребительную, охранную, оборонную, прочую деятельность припоручит роботам, очень скоро он просто эволюционирует в абсолютно беспозвоночное существо, лишенное каких-либо способностей защитить себя. Да, видимо, количество роботов надо сокращать. Видимо, пусть они вот там что-нибудь производят, да, всё остальное уж пусть мы сами. Кстати говоря, робот-пылесос, он, конечно, хорошая вещь, но он с тех пор, как его... Он тоже тупой немножко. Во-первых, он тупой. Во-вторых, с тех пор, как его завели, мне кажется, дети разболтались уже окончательно. То есть так раньше их можно было хотя бы заставить пылесосить. Он так же, как вот этот вот из робота-полицейского, по лестницам не умеет ходить. Ну, тупой. Ничего. Самое ужасное, что он, когда упирается в угол, вот так начинает безумно реагировать, ничего не может сделать, орёт. Орёт. Это очень трогательно. А скажи мне, пожалуйста, это правда вот был такой, как бы, ну, я не знаю, канон, что ли, что советские литературные роботы, кинороботы, они всегда были вот гуманнее, чем западные. Ну, я, насколько помню, наиболее подробно это было описано, конечно, у Шефнера в «Девушке обрыва», тоже уже классическом произведении, где существовал специальный робот-критик и робот-редактор, чтобы не били реальных людей, потому что для графоманов они были очень опасны. И вот там существовал пума-прибор, тешающий малоталантливых авторов, да, ну и так далее. Там Барс, что-то там отвергают, ну и так далее, сейчас же не вспомню. Но действительно, МОПС, механизм, отвергающий плохие стихи. Вот в таких ситуациях робот действительно, наверное, нужен, потому что обиженный автор, он не замечает, что перед ним, и молотит всё время, да. И не случайно там поэт, ты юноша или дева, или старый деятель стиха, не бей меня в порыве гнева, да будет скорбь твоя тиха, говорил там в литературе. Вот такие нужны. И вообще начальники робота, это вполне реально. А вот всё, что касается жизни, мы должны делать... Начальники робота, реально, ты сейчас про андроидов говоришь, что ли, которые... Андроид, конечно, конечно, да. Ну, просто потому что... Не-не-не, ну, это придумал не Каноненко, на самом деле, слово андроид. Нет, ну, вот как бы с его... Нет, андроид... То, что Грызлов андроид, это он придумал очень удачно, да. И я очень рад как раз, что Грызлов андроид возвращается в Росатом. Он какой-то человек такой... Ёбай, нет, слушай, это нельзя. Ну как, фильтры Петрик отвечает. А если вот такой вот, у него там что-нибудь замкнет, это что, Росатом, понимаешь? Ты понимаешь, Росатому хуже уже не будет, мне кажется, после... Росатому-то, может, не будет хуже. Нам как бы хуже. Нет, не будет. По-моему, нормально, но в любом случае роботов надо вытеснять из тех сфер, где нужно... Одно дело стихи редактировать, а другое дело Росатом. Это справедливо. Ну вот. Продолжим. Продолжим. Слушайте, смотрите, как блестяще. Ну, это уже... Меня на место поставил. Уже немножко выучил. Молодец. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Реклама у нас. Я смотрю на него и не могу поверить, что этот красавец теперь только мой. Да, эти роскошные автомобили Toyota и Lexus будут принадлежать только вам. И вам. Ну, и, может быть, вам. Если успеете. Только в ноябре в салонах Toyota и Lexus Ясенева вам сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться. Подробности по телефонам. Lexus 495-5712. Toyota 495. 575-5715. Мастербанк 20 лет. Это юбилей и новый вклад. На праздники принято дарить подарки. День рождения у нас, а подарки вам. Отдых за банковский счет при открытии вклада. И подарок каждому вкладчику. Подробности по телефону в Москве. 258-4258. Мастербанк ОАО. Телефон рекламной службы 627-10-27. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Операция «Облачный столб». Перемирие между Израилем и Хамас не случилось. Случился теракт в Тель-Авиве. А я тут ни при чем. Валентин Юдашкин отверг. Все обвинения в том, что он пошил для российской армии некачественную военную форму. Это следующая тема сегодняшних новостей в классике. Какие-то бумка не сплошное у нас в эфире. Трафик, погода и продолжим. Никита Нелюбин в студии. Все внимание на выезды из столицы в область. Из центра в сторону МКАД. Самые крупные пробки на Профсоюзной улице и Люблинской. Яндекс оценивает загруженность на 8 баллов. Ну и более-менее свободно. Сейчас движется только Волгоградский проспект в сторону Московской кольцевой. Придвижение от МКАД в сторону области. По-прежнему самые крупные заторы на Рязанском шоссе и на Новой Лиге. Через 10 минут о трафике на Московской кольцевой. Коротко о погоде. Плюс 3 сейчас, плюс 3 завтра. Без осадков облачно. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19 часов и 21 минута в Москве. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Новости в классике в эфире. Также Твиттер, Фейсбук и Ютьюб. Все работает, особенно Ютьюб. Не волнуйтесь, можно нас там смотреть и с нами также общаться. Итак, неделю продолжается операция Облачный столб, которую армия обороны Израиля, или как у нас ее чаще называют Цахал. По аббревиатуре. Проводит операцию в секторе Газа, которая началась после ужесточения и усиления обстрелов израильской территории с Палестины. Израильтяне, еще раз напомню, ликвидировали лидера боевого крыла Хамас. Ну и, собственно, вот после этого и началась вся эта история. Сегодня утром, в принципе, все еще ожидали, что будет заключено перемирие. Потому что вчера как-то надежда на это была, довольно серьезная. Причем говорили об этом сами представители Хамас. Но сегодня днем произошел теракт в Тель-Авиве. Взорвана была бомба. Они взяли, да, на себя ответственность. В Тель-Авиве очень давно не было терактов в общественном транспорте. И тем более сейчас это тоже удивительно, потому что меры безопасности в Израиле всегда очень такие серьезные. Но уж во время таких событий тем более. Военный аналитик израильский Андрей Кожанов сегодняшний инцидент в Тель-Авиве объясняет так. Теракт больше показывает, что идет война не за какие-то достижения на местности. Идет война в головах Хамасу. Тоже ремарка. Так быстро Хамас обычно не берет на соответственность за теракт. В других случаях, по крайней мере, как это было. Хамасу сейчас очень важно показать, что он выигрывает этот раунд противостояния. Что он смог, несмотря на все удары с воздуха, выстоять. И мало того, чтобы стрелять Тель-Авив ракетами, еще и организовать теракт по первой за очень большое количество лет. Вот такая серьезная тема. Давно у нас таких не было, на самом деле. Я долго думал, когда мы к ней подступимся с тобой в программе, но вот сегодня решил, что как бы пора. Ты понимаешь, что бы мы здесь ни сказали, все это окажется истолкованно превратно. Это та тема, где правых нет. И поэтому, по всей видимости, стоит повторить слова действительно классика Александра Солженицына. Это такой каленый клин, что прикосновением только хуже наделаешь. Вот это действительно каленый клин. Тут ничего не попишешь. Я мог бы сказать, что, наверное, сослаться здесь на статью другого современного классика Максима Кантера, который может сказать, и, в общем, чего уж там его статья «Еврейский вопрос», она лежит в общем доступе, что Израиль создавался определенными силами, возможно, вполне с прицелом на то, чтобы там всегда находился концентрированный повод для мировой войны, который всегда можно разморозить. Вот он законсервирован временно. Это такой действительно очень сконцентрированный, как бы заархивированный страшный узел, к которому прикоснись, и он может в любой момент сыграть. Вот это классик Кантера, безусловно, современный. У меня очень много с ним расхождения. Мне очень многое не нравится в том, что он говорит сегодня. Но с этим я не могу не согласиться. Тут, тем более, что он мне друг все-таки. Тут есть такой момент. Ты же, Платон не друг, но истина. Ну, ничего не поделаешь. В некоторых случаях я все-таки больше уважаю друга, нежели истину, поэтому я с Кантером в прямую полемику стараюсь не вступать. А вот здесь я с ним солидарен. Проблема такая существует. Это законсервированный очаг мировой войны. Сегодня как-то что-то говорить о том, что там надо было или не надо было делать в 49-м году, сейчас уже поздно. Поэтому мне кажется, что нам лучше этой темы пока не трогать, а просто... Нам кому? Нам с тобой? Нам с тобой. Потому что у нас, понимаешь, все-таки сатирическая программа, а там сейчас сатир неуместна. Почему? Кто тебе сказал, что она у нас сатирическая? Ну, какая не... Да, она у нас, скорее, хронографическая такая, историческая. Мы ищем исторические аналоги. Но если искать исторические аналоги, то они здесь совершенно очередные. Найти какой-нибудь войны. Балканы. Балканы были таким очень долго, таким очагом законсервированным, который сыграл... Какие Балканы? Там Атманская империя или позже? Нет, значительно позже. Давайте вспомним, откуда началась Первая мировая война. Ну, совершенно верно. Убили, значит, Фердинанда нашего. Фердинанда-то нашего. Знал я двух Фердинандов. Один убирал собачье дерьмо, обоих ни чуточки ни жалко. Вот это, к сожалению, та самая ситуация, когда есть законсервированный очаг войны, есть мир, в котором абсолютно нарушены все правила этики и эстетики, мир, который очень сильно нуждается во встряске и в напоминании о базовых простых вещах. Есть десятые годы века, и ситуация, которая, ну, с абсолютной точностью... Прошлого века, да, ты имеешь в виду? Да, прошлого, да, и этого тоже уже десятые. Да, вот 12-й год, пожалуйста. Между 12-м и 14-м не такая большая разница. В страшном кризисе и отчаянии Россия, в кризисе Европа, у которой экономически все очень нехорошо, и мультикультурально не очень хорошо. Америка не очень знает, как себя в этой ситуации вести. Люди как-то подзабыли о базовых вещах. А о базовых вещах обычно напоминают глобальный катаклизм. Очень не хочется, чтобы это произошло. Но аналоги, к сожалению, все налицо. Тем более, что выросло столько швейков. Вот тогдашний швейк, Асмельевич, доложите, я идиот, это все-таки не человек массы, не человек толпы. Все-таки те были другие. Все были другие. Швейк достаточно уникальное явление. Сегодня этими швейками битком набиты оба полушария. И у них в Твиттере каждый, собственно, каждые 5 минут только и пастит. А Асмельевич, доложите, я идиот. Собственно, ни о чем другом в Твиттере не пишут. И очередные похождения браво солдат Швейка во время мировой войны, они уже, конечно, со страшной силой назревают. Очень хочется, чтобы этого не было. Но как это остановить, я не знаю. Поэтому в ужасе умалкаю. Да, вот уж сказал так, я не знаю. Сказал так и сказал. Нет, ну они что-нибудь поняли. Может, вы нам что-нибудь напишите? В самом деле, правда, ну, ребят, давайте посмотрим. Очень похоже. Война возникает в эпохе, когда никто не прав. В эпохе всемирных моральных кризисов. Это я с тобой согласен. Просто то, что происходит на Ближнем Востоке, это, в общем, там с такой завидной периодичностью. Ну, правильно, Ближний Восток. Ну, слушай, а то, что на Балканах не происходит разве? Да, вспомним, а что на Балканах мирно, осталось столь благолепие. Да, есть несколько таких очагов всемирно. Ну, там как-то попритихло после событий 90-х годов прошлого века. Ну, действительно, как мы знаем, да, как каждому... Ну, сейчас, понимаешь, там все-таки дело дошло до судов, там уже каких-то откровенных там боевых действий. Ну, суды эти тоже надо сказать в очереди. Это другая тема, да. Там тоже много... Все еще, да. Поэтому пока есть и главное, есть шпенглеровское ощущение всеобщего кризиса, всеобщей усталости, всеобщей тоски. И нужно разрубать этот гордий фузел. Разрубает его обычно война. Этого... Сейчас вот послушаю, кто-то подумал, что я к этому призываю. Боже упаси! Я очень этого не хочу. Но, к сожалению, божьи мельницы, они вот довертели ровно до этого момента. Может быть, все одумаются. Вот такой пессимист сегодня у нас, Дмитрий Боков. Ну, я ссылаюсь на чужие мнения исключительно. Да, а свое он хитроумно... Своё я хитроумно скрываю. ...утаивает, да, потому что боится ответственности, что к нему... Я боюсь касаться этой темы, откровенно говоря. ...придут швейки из того или из другого полушария... ...и скажут, осмелюсь доложить, вы экстремист. Да, и разберутся с ним по-нашему по-бразильски. Ну, ладно, хорошо. Когда созреешь, скажешь. Скажу. Пока реклама. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Минута рекламы. Хорошо встречать Новый год дома. Особенно, когда у вас есть дом, о котором вы мечтали весь год. Компания «Виладжо Эстейт» представляет «Парк Авеню». Дом вашей мечты по специальной новогодней цене. 16 миллионов рублей за 291 квадратный метр. «Парк Авеню». Дизайнерский поселок таунхаусов на Новой Риге. В вашем распоряжении вся роскошная инфраструктура «Виладжо Эстейт». Звоните. 495-974-00000. Ваш звонок очень важен для нас. Оператор ответит на ваш звонок через 5 минут. Оператор ответит на ваш звонок через 10 минут. Устали слушать эту музыку? Пора сменить банк. Русский международный банк. Настоящее персональное обслуживание. КБ РМБ ЗАО. Лицензия ЦБ РФ номер 3123. Телефон 782-03-69. 782-03-69. Телефон рекламной службы 627-10-27. Главное сегодня. В центре Тель-Авива взорван автобус 22 пострадавших. Ютьюб ненадолго оказался в списке запрещенных в России сайтов. Оппозиционеру Леониду Развожаеву предъявили новое обвинение в разбойном нападении. Половина восьмого вечера в Москве и новости коротко. Владимир Путин предвидит определенные сложности в условиях вступления России в ВТО. Из-за кризисных тенденций на глобальных рынках усилились риски, связанные со взятыми нами на себя обязательствами. Прежде всего это касается обязательств по снижению импортных пошлин на ряд товаров. Это заявление президент сделал на сегодняшнем заседании Совета безопасности России. Декабрьский тур Чемпионата России по футболу перенесли на весну. Решение принято сегодня на заседании с полкома РФС. Матчи 20-го тура, которые планировались на 13-15 декабря, будут сыграны 9-11 марта. Соответственно, сдвигаются и сроки окончания чемпионата. Последний тур пройдет не 26-го, а 30-го мая. Финал Кубка России 1-го июня. В Симферополе организованы бесплатные курсы по подготовке к 21 декабря, когда, как считают некоторые, может наступить конец света. Листовки с приглашением на эти лекции раздаются в центре города. Как сообщает Лента.ру, жителям Симферополя советуют, не дожидаясь 21 декабря, запасаться водой, свечами и спичками. Текущая ситуация на рынках. Константин Максимов в эфире. Главная новость этих минут – это запасы нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах, которые буквально только что были опубликованы Министерством энергетики. Итак, запасы сырой нефти упали на почти полтора миллиона, миллион четыреста семьдесят тысяч баррелей. Запасы бензина также сократились на миллион пятьсот пятьдесят тысяч баррелей. И запасы дистиллятов упали на два миллиона шестьсот семьдесят тысяч баррелей. Реакция на рынки нефти есть, она пока еще сдержанная. Но, между тем, фьючерсы на нефть, которые, как вы понимаете, шли вверх на фоне ближневосточной напряженности, к данному моменту остаются на высоких отметках. 111.05. Brent с процентом одиннадцатого увеличения. Лайтсвит начинает немножко корректироваться вниз. Семьдесят восемь сотых процентов увеличения. Восемьдесят семь сорок три. События на американском рынке развиваются сегодня фактически в условиях финальной сессии этой недели. Завтра в стране день благодарения. Рынки будут закрыты. В пятницу Нью-Йоркская фондовая биржа работает по сокращенному графику. Ну и, как предсказывают многие эксперты, именно сегодня, если уж и будет зеленый день, как говорят на рынках, то он должен быть. Между тем, S&P 1387 пунктов, две сотых процента снижения. Умеренный рост в Европе 13 сотых процента увеличения. Ну а российский рынок сегодня забрался выше отметки 1400 пунктов и по индексу МВБ, и по индексу РТС. Московский трафик от Никиты Нелюбина. Все внимание на МКАД. Загруженность четыре балла в оба направления. По внутренней стороне пробка от Новой Риги тянется до Волоколамского шоссе. Ну вот между Волоколамкой и Ленинградкой тоже довольно серьезные заторы. На востоке МКАД пробка в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. На юге между Каширкой и проспектом Андропова, а также на участке от Боровского шоссе до Минского. Теперь смотрим на внешнее направление Московской кольцевой. Там пробки от Рублево-Успенского шоссе до Можайки, от Советинского до шоссе Энтузиастов. Затруднено движение от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Информационный канал Яндекс.Пробки через 10 минут. О движении на третьем и садовом. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19 часов 33 минуты в Москве. Вы слушаете новости в классике в эфире Коммерсант.ФМ. Общайтесь с нами с помощью Твиттера, Фейсбука и канала на Ютьюбе. Там же, кстати, нас можно и смотреть. Следующая наша тема. Валентин Юдашкин сегодня проверил все обвинения, которые вчера там Владимир Жириновский вдруг как-то снова поднял эту волну, что, мол, Юдашкин такую форму пошил российским военным, что хуже не бывает. И мерзнут они, и вообще она совершенно не приспособлена к выполнению военных действий. В интере Коммерсант.ФМ Валентин Юдашкин сказал, что, во-первых, нет ничего общего с его работой, которую несколько лет назад он лично представлял президенту Путину. Минобороны сама, нет, само, внесло какие-то там исправления, о чем у него есть, кстати, официальные бумаги. Ну, давайте послушаем Валентина Юдашкина. При разработке формы мы, конечно, учли исторический факт. И в основу легли такие основные концепции, что это форма Суворова. Это мы взяли цвет, фактуру, сукно. Очень приятно то, что мы использовали в генеральской форме момент Парада Победы. Победы. Это жуковские цвета в форме Парада Победы. И в основу, конечно, головного убора и фуражки взяли основу фуражки Жукова. Вот. И вот эту вот фотографию Валентин Юдашкин сегодня сам в интернет выложил. Вот то, над чем он работал вместе со своими коллегами. А то, что сейчас в армии, ну, в общем, он не виноват. Иллюстрируем аудио-иллюстрация Григория Горина, естественно. Приказ по армии. Всеобщая мобилизация. Две командующие. За ты. Отозвать всех уволенных в запас. Отменить допуска. Гвардию построить на центральной площади. Форма одежды летняя, парадная. Синие мундиры золотой оторочкой. Рука вшивной. Ласканые, широкие. Талия на 10 сантиметров ниже, чем в мирное время. Ниже? То есть выше. А грудь? Что грудь? Оставляем на месте? Нет, берем с собой. Где мой военный мундир? Прошу, ваше высочество, прошу. Что? Мне в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие. Война у порога, а мы не готовы. Нет. Мы не готовы к войне. Мне больше всего нравился сейчас спор, где должны находиться знаки различия. На плече погон или, значит, на рукаве или здесь. Ну, сейчас вроде погоны вернули. Это очень принципиально. Погоны уже возвращены. Нет, ну это очень принципиально. Нет, мне больше всего понравилось, что вот... Красная армия всю первую половину Второй мировой войны воевала с петлицами. И ничего. И ничего, в общем-то, да. Нет, ну здесь же есть такое знаменитое высказывание, что армия, оно классическое, я не помню уже кому принадлежит, оно кажется к лаузицу. Что армия имеет обыкновение готовиться к прошлой войне, а здесь она, видишь, готовится ко всем прошлым войнам сразу. Сукно, Суворова, Фуражка, Кутузова. Ну, такой-такой универсальный набор. Нет, Фуражка Жукова. Да, Жукова, да. Жукова, от Кутузова, видимо, повязка. Повязка на глаз, да. А вот это, кстати, самое такое... Представляешь, вся эта армия с Кутузовским попросить. Ну, как вот эти фильмы, американские там эти котики, они себе какие-то полоски на лице там рисуют. Ну, вот так вот и здесь, да. А мы будем, наши будут, да, и плащ Барклая, плащ Барклая. Не-не-не-не, Барклая это подозрительный типчик такой. Вообще, мне кажется, что слишком сильно идеологизировать солдатскую форму все-таки неправильно, да. Гораздо правильнее было бы, наконец, избавиться от партянок, которые... Слушай, они до сих пор остались в армии? Насколько мне известно, да. Ну, во всем случае... У меня сейчас племянник как раз вчера, нет, когда вчера, сегодня в армию шел. Надо будет потом убраться, спросить. Привет, парни, я надеюсь, что он на два года, то есть это на год еще, да, слава тебе, господи, на год. На год, да, я, короче, сейчас уточню, есть ли еще портянки, потому что когда мы служили, это было так, ну, когда... Мы же тобой одновременно служили как-то, понимаешь? Нет, дело в том, что я-то служил только полгода с портянками, а потому что, когда я служил в Грузии, там у нас уже быстро довольно ввели ботинки, и там уже были носки у нас, там портянок не было. Нет, у нас... Хотя нет, если ехать в горы, то там в сапогах тогда портянки были, конечно. Нет, у нас, когда меня перевели на флотскую форму, вот в морской авиации у нас была часть приписана, да, у нас там тоже аэродромное обслуживание, у нас тоже разрешались ботинки, и, соответственно, разрешались... А чем тебе, кстати, портянки не нравятся? Очень удобная вещь. Нет. Если уметь их наматывать правильно. Нет, даже если уметь их наматывать, это само собой, наматывать их не очень легко, но, в принципе, портянка, это, конечно, сегодня это абсолютный пережиток, это дикий аркаизм. В 21 веке носить портянки, извини меня, да, просто, ну, просто потому что, я уж не говорю о том, что их и стирать, и они пахнут, и все... Сушить. Сушить, да, сушилку, помнишь, сушильная комната. Это тоже не везде были некоторые... Не везде они были, да. Как правило, портянки сушили прямо в расположении части, так это называется. Ой, нет, ну, тогда это просто кровь из носа, нет, портянка, главное химическое оружие российского войны. Это правда, да, тоже так говорили. Нет, ребят, ничего не поделаешь, все-таки надо какие-то меры здесь принимать. Вообще, мне очень часто вспоминается классическое произведение Валентина Пикуля «Фаворит». Сейчас сразу перебью, вот, 2009-2010 были портянки. Были, вот, ну, ребят, хватит, хватит. Вот в «Фаворите» описано, как Потемкин, там, конечно, Пикуль его идеализирует сильно, но ничего не поделаешь, хороший роман. Он, как он унифицировал, упрощал, реформировал вот эту воинскую форму, как он делал ее более удобной, более надеваемой, как он отменял внешний лоск вот этот, необходимость салить волосы, как он разрабатывал мундир такой, чтобы подвижность у рук была абсолютно. Ну, почему не сделать такую форму, которая не будет нести никакой идеологической нагрузки, а просто солдату будет в ней удобно? Ну, давайте уже подумаем, почему это должен делать Юдашкин? Вот я хотел, да, спросить, а правильно за такой вот, такой заказ давать модельеру? Ну, Юдашкин же действительно модельер, он делает теоретическую нагрузку на форму, ее не должно быть, она должна быть такая, чтобы в ней было тепло. У нас же нет в армии модельеров. Господи, ну, мало ли у нас, ну, нет своих, позовите других, но это, конечно, армия не должна иметь идеологической формы, она должна иметь хорошую боевую форму, простите за невольный калампур. Сейчас она в очень плохой форме. А за носки нас наказывали, от носков воняло больше. Да, совершенно верно, но носки все-таки там проще, понимаете, они не приводят к такому колюбию. Вы вспомните, сколько так называемых больных тапочников появляется сразу после первого ношения партия. Ну, не умеют люди заматывать. У меня, слава богу, меня отец научил, все равно это отвратительно. Нет, меня тоже отец научил, но я все равно не научился. Потом там, сколько-то там, две недели. Это далеко не самое лучшее изобретение. Интересно, а ружье у нас до сих пор кирпичом чистят. Видишь, как наши слушатели нам подбрасывают. А то, храни бог войны, они стрелять не годятся, помните, изливший даз. Не знаю, ну вот, ружье кирпичом, наверное, не чистят, хотя что-то мне подсказывает. Представляешь, Юдашкин разрабатывает портянки, вот это было бы ничего. Нормально. Кто у нас главный парфюмер-то, я не помню, у нас. У нас, в смысле у нас. Ну, кто в России сейчас главный, самый модный парфюмер? Не знаю, вот духи портяношные. А у нас есть парфюмеры? Не знаю. Это было бы грудь. Нет, ну, с позументом портянки, с каким-нибудь золотым шитьем, фланелевый. Во-во-во-во, напоминаю еще о поменах русского оружия, да, портянки а-ля жуков. Господи, помилуй, какая катастрофа. Да, ну, если их попрыскать какими-нибудь духами там, то нормально. Да, юнкерскими, да. Нет, хотя мы с плохими запахами боролись, а еще спичку зажигаешь. Да, это как-то снимаешь. Самый лучший дезодорант. Нет, не дезодорант, это как-то освежитель воздуха. Какие вещи ты мне напоминаешь, Норкин? Я тебе юность напоминаю. Юность мою боевую. Гоголопопую. Так, поехали. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Я к нас с тобой разобрал, целую минуту перебрали. Если у двух людей есть общее будущее, значит им нужен общий дом. Ипотечный кредит и кредитная карта от Газпромбанка, чтобы новый дом стал уютным. Газпромбанк. В масштабах страны, в интересах каждого. ГПБ ОАО. 23 ноября, в пятницу, в 9 вечера. Легенды британской электронной музыки. Группа Кашин на сцене кафе-галерея. Представляют новый альбом Индепенденс. Адрес кафе-галерея. Улица Петровка, дом 27. Заказ столиков по телефону. 937 45 04. 937 45 04. Телефон рекламной службы. 627 10 27. Коммерсант ФМ. 93 и 6. Радио новостей. Попыжиху работал. Оппозиционеры Развожаева обвинили в краже 500 меховых шапок, совершенной в прошлом веке. Галыши за и против. Это следующие темы. Портянки больше не будем трогать, не волнуйтесь. Это следующая тема новостей в классике сегодня. Сейчас трафик, погода и мы продолжим. Слово Никите не любит. Спасибо, Андрей. Все внимание сейчас на третье транспортное кольцо. Немного снизилась его загруженность. Сейчас 5 баллов по внутренней стороне и 4 по внешней. Внутри их пробка тянется от проспекта Андропова до Варшавки и далее до Ленинского проспекта. Ну вот, кстати, между Ленинским проспектом и Ленинградским тоже довольно серьезное затруднение. Смотрим на внешнее направление. Там тоже не все гладко. От Русаковской эстакады пробка тянется до Дмитровского шоссе. Ну и между Звенигородкой и Кутузовским проспектом тоже пробка довольно существенная. Теперь смотрим на Садово. Яндекс оценивает загруженность очень высоко. 9 баллов в оба направления. Пробки с внутренней стороны от Воронцова поля до Новокузнецкой улицы, от Парка культуры до Смоленской сеной площади и далее до Малой Дмитровки. И стоит Садовое по внешней стороне от Садовнической набережной до Олимпийского проспекта, а также от Долгоруковской улицы до Кудринской площади. Через 10 минут о трафике на радиальных. Три сегодня, три завтра в смысле градуса. Осадков не будет. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 1943. Теперь снова политическая тема. Леониду Развожаеву, оппозиционеру, который у нас по анатомии протеста 2, всякие массовые беспорядки обвиняется в их организации. За 3000 грузинских долларов. Да, за 3000 грузинских долларов. Предъявили новое обвинение. Очень интересный такой момент. Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, сообщил, что в 1997 году Развожаев в составе, там, по-моему, формулировку точно не помню, не один он там был. Я думаю, Ройзман ему помогал, мне кажется. В городе Ангарске. Тоже это, во всем случае, это ближе к Ройзману, чем к Москве, мне кажется. Нет, ну подожди, Ройзман — это Екатеринбург, Ангарск — это, по-моему, дальше. Да, это дальше в Сибири, конечно, восточно. Значит, они украли у одного предпринимателя видеокамеру и 500 меховых шапок. Значит, разговаривал я сегодня... Лучше, конечно, меховую шапку и 500 видеокамер, это было бы гораздо... Логичнее, да, был бы, конечно, гиш... Но у него и не было, да. Гишев был побольше. Но все-таки в 1997 году далеко не у каждого предпринимателя была видеокамера. А шапки у каждого... А шапки, в принципе, были. Тем более в Ангарске. Тем более в Ангарске. Так, адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский у нас сегодня в эфире был. Либо сроки давности стекли, либо они должны истечь вот буквально на днях. Но есть различные способы для того, чтобы попробовать прервать течение срока давности у Леонида. Плюс, что он все время находился в поле зрения то прессы, то думы, то политики. Трудно будет сказать, что он где-то находился в розыске. Тем более, дело было тогда прекращено в виде с его непричастностью. А сейчас возобновлено. Мы очень обеспокоены этой ситуацией. И мы полагаем, что вот это новое обвинение может стать поводом для этапирования его в Иркутск. Пока он находится в Лефортово, он, в общем, в безопасности. А если его будут этапировать в Иркутск, то ни за что нельзя ручаться. Ну, в общем, почему я вспомнил тоже Пыжик? Потому что мне сегодня, как говорили, нам тут подкинули знаменитый разговор о Пыжиковом деле. Помните, в дне выбора? Либо сроки давности стекли, либо они должны истечут. Сейчас, не дай, да. Я опять Дмитрия Аграновского загустил. Пыжиковый дел. Сама по себе судимость, конечно, не катастрофа, но Пыжики. О, а вы не против отсидеть за что-нибудь другое? Ребята придумают. Ну, вообще, если честно, не хотелось бы. Ну, если нужно. Надо. Если для дела, если для Еммануила Гердоновича, то я готов. Это день выборов, потому что кандидат Игорь Владимирович, он скрыл там свою судимость, потому что он по Пыжикам работал, а не Пыжиковые шапки из кошек делали. Ему дали 8 лет, но за хорошее поведение скостили 4 года. Но вот этот вот момент, что... Вообще, конечно, шапки... Шапки в современной мировой политике имеют какое-то прямо-таки судьбоносное значение, особенно если вспомнить одного лидера из бывшего зарубежья, ближнего, да, прости господи. Ну, действительно, что ж поделать, не буду, не скажу, не знаю. Вот. Но меня, конечно, убивает здесь другое. Подожди, не убивайся, у меня breaking news. Breaking news. Пятый котенок родился у нас. Да ты что, шутишь? Ну, вот мне сейчас вот ребята говорят. Как вы меня пугаете, ребят. Я думал, опять кого-то взяли, а у вас всего лишь родился котенок. Нет, наоборот, не взяли. Нет, я просто, как это так может быть? Если в 8 она начала... А как она рожает? Где она рожает? Сейчас я тебе расскажу в эфире. Не, можно узнать, где процесс происходит? Значит, под столом экономического обозревателя Андрея Загорского. А он имеет опыт кошачьей гинекологии? Нет, просто не все вот эти вот домики, подстилки, пуфики, которые натаскали сюда сердобольные сотрудники... Ну, пятеро, но это же в колоссальном уровне. УЗИ показывало четверо, и причем вот этот пятый... Вы УЗИ ей делали? Ну, не я делал, но коллеги ей делали. Ребята, да мы разоримся. Пять котов, о чем вы говорите? Да не волнуйся, всех разоримся. Они все разноцветные, вот это говорят черные. С ума сойти. Это сколько пыжиков? Да, нет, на самом деле это эти, как их зовут-то? Чебуреки. Чебуреки, как минимум один такой чебурек хороший. Подождите, а этот родился у нее потенциально, значит, черный, да? Ну вот, говорят, спустя 11 часов. Меня это поражает, а после старшего... 11 часов. Ну, в 8 утра она сегодня начала рожать. И как же они как парашютисты из нее выскакивают? Гениально, ребята, слушайте, это... Не знаю, как парашютисты из нее парашютисты. Мне главное кажется, что вот все редакционные коты вокруг, и все коты в окрестности... Все кошки, все коты, и все котята. В ужасе напряглись, ожидая, собственно, что же будет. Значит, какого цвета? Потому что у нее, по-моему, в этом смысле очень широкий диапазон. У нее они все абсолютно разные. Хорошо, ладно, вернись к шапкам. Возвращаемся к делу Разважаева. К шапкам-то я тебя перебил на шапку. Ну, тут совершенно очевидная аналогия. Не брал я на душу покойника и не испытывал судьбу. Да, я был душой дурного общества. Я могу сказать тебе, мою фамилию и имя отчество. Прекрасно знали в КГБ. Во всех отношениях пророческая песня Высоцкого, да? Ему предлагают взять на душу, правда, пока не покойника, а ограбление. Ну, он на это отвечает и... Нет, потому что это очень странно, 97-й год. Ну, послушай, ну а что делать, если на него больше ничего нет, кроме того, что он еще кошек, однажды упомянуть. Кошек однажды повесил кошку. Причем даже не он, а он напечатал об этом рассказ, а сам смотрел. Якобы, да? Художественное произведение такое. Ну, естественно, все это вызывает только ужас и стыд. Потому что что это за оппозиция пошла такая, на которую нечего повесить? Да, вспомним Бориса Савенкова. Уж если Савенкова убрали, так у него тут сразу все выяснялось. Он был террорист. Террорист настоящий. А этот украл вообще какую-то, я не знаю, да? Чижик съел. Пыжика снял. Чижика съел, пыжика снял. То есть развожая в Чижик-пыжик современной российской демократии. Да, ну да, Чижик-пыжик современного терроризма. Ну, несерьезный. Главное же, господи, у меня все время возникает такое страшное еще. Может быть, оно только у меня возникает. Я не понимаю. Они действительно задались целью сделать фарс. Они что, вот всем своим виноватом говорят? Ребята, мы скажем сейчас про Бомбея до Лондона тоннель, и вы все поверите, и вы ничего не сделаете. Ну, смешно, ну, правда. Давайте уже действительно. Получается, что и мечеть тоже я. Да, нет, мечеть это... Часовни тоже я. Часовни тоже я. Нет, 16-й век. Нет, это... Ну, немножечко, вы все-таки понимаете. Нет, ну, в принципе, если до 97-го года добрались, то можно и как-то... Ну, и главное, ну, понимаете, ребят, ну, что же это в самом деле за террорист такой, что он у грузинов взял... 3000, да. 3000 и украл пыжиковую шапку. Ну, ребят, ну... 500 пыжиковых шапок. 500 пыжиковых шапок. Ну, у нас здесь... Господи, ну, это же смеется. Три магнитофона. Ты понимаешь, почему... Три куртки кожаные и импортные. Да, он посигнул на самое смешное, что... Это самое святое, что у нас на конституцию. Нет, это у нас уже каша с тобой пошла. Это уже вообще из другой истории. Нет, ребят, ну, давайте, правда, ну, что это за террористы такие? Давайте вспомним великие образцы. Давайте вспомним Азефа, я не знаю, там, Егора Сазонова, господи, ну, Плеве, там, убийцы и прочих других замечательных людей. Веру Засулич, там, да, ну, это там, ну, не как Равчинского, но это были серьезные люди, им было что-то предъявить. Ну, до такого никогда не доходило. Значит, я, в общем, короче, за то, чтобы либо немедленно найти реальных террористов, дабы предъявить их обществу, меня не предлагать, я очень далек от левых взглядов, да, а то они любят такое послушать, да. Вот, либо, значит, давайте действительно его выпускайте, потому что позорить... Вот, Россия может быть чем угодно, но позорищем она быть не может. Окей. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. И реклама. Спорткар-центр. Первый официальный дилер Порше в России предлагает вам 75 дней самых удивительных цен на самые свежие Панамеры 2012 года. Сейчас в автосалонах компании Спорткар-центр вы можете выбрать в наличии или заказать свой индивидуальный Порше Панамера с максимальной выгодой для вас. Уникальное ценовое предложение в Спорткар-центре. 937 55 11. Спорткар-центр. Телефон рекламной службы 627 10 27. Главное сегодня. В центре Тель-Авива взорван автобус около 20 пострадавших. Ютьюб ненадолго оказался в списке запрещенных в России сайтов. Оппозиционер Леониду Развожаеву предъявили новое обвинение в разбойном нападении. И новости коротко. Правительство утвердило директиву для госпредставителей в сеть директоров Роснефти, одобряющую покупку 50% доли ТНК-БП у консорциума ААР Альфа-Аксессоренова за 28 миллиардов долларов. Об этом сообщили источники агентства нефтяной информации. На здании правозащитной организации «Мемориал» в Москве неизвестные сделали надпись «Иностранный агент Love USA». Запись в живом журнале центра цитирует газета «Ру». Рядом с табличкой «Мемориал» также расклеены стикеры с текстом «Иностранный агент». Я напомню, сегодня вступил в силу закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Компания 20-й век «Фокс» отменила повторный выпуск в прокат фантастического боевика Орландо Эмириха «День независимости» в формате 3D. Ранее сообщалось, что фильм, рассказывающий о сражении землян с инопланетными захватчиками, снова появится на экранах 3 июля 2013 года, в канун Дня независимости. Причины, по которым 20-й век «Фокс» отказалась от своих планов, остаются неизвестными. Московский трафик, слово Никите Нелюбину. И все внимание на выезды из Москвы в область. При движении с центра в сторону МКАД самые крупные пробки наблюдаются на Ленинградке и Дмитровке. Яндекс оценивает загруженность этих магистралей на 7 баллов. Более-менее свободно движение в сторону Московской кольцевой только по Волоколамскому шоссе. Ну и при движении от МКАД в сторону области, пальму первенства по загруженности удерживают Новорезанка и Дмитровка. Через 10 минут от трафики на МКАД. Забыл, какую кнопочку надо нажимать. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. 19 часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Новости в классике. Можно нас также смотреть на Ютьюбе. Общаться через тот же самый Ютьюб, Фейсбук и Твиттер. Так. Возможно, шапки предназначались для грузин. В отмен, да? А потом теперь за них пришли 3 тысячи. Хуже, если они предназначались для Единой России заранее. У нас Пышковая шапка всегда считалась атрибутом чиновников. Это мы с тобой думаем, что она Пышковая. Мы же не знали, какая она. А она Кошиковая, оказывается, да, по всей видимости? Не, ну 500 шапок за 3 тысячи долларов. Я думаю, что инфляция. Так, и последняя тема на сегодня. Если, конечно, коты опять там не начнут плачать. Шестой, 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 даешь шестого. Значит, мы ее назвали сегодня Голыши за и против. Голая правда. А против армии, что ли? Нет. Сначала МТС. Так, а что с ними случилось? Значит, в офисе сотрудники компании в Набережных Челнах, ну один там из офисов, значит, сказали, что их наказали и заставили фотографироваться в непристойном виде. То есть тут там сначала говорили, что их там чуть ли не Голышом заставляли сниматься. А в непристойном это как? Ну в белье. Вот давай-ка, Быков, ну-ка немедленно снимаешь свои хаки, штаны. Кто мог его заставить? Кого, Быкова? Нет, их. Ну начальники. Что же это за начальники такие? Ну вот такие. Ты помнишь, как в игрушке он заставляет герой Пьера Ришара штаны снимать? Как это ужасы капитализма, да? Нет, в капитализме ужасы другие. Вот посмотри на эти. Это кто это? Это ужасы. Это вот эти кучи голых дядек. Это дядьки с голыми задницами. Миленькие? Ты разбираешься в мужских задницах? Нет, ну просто такого. Ничего ужасного. Ты пугаешь меня. Ничего ужасного. Это Сан-Франциско. Это ежегодный парад на Гишом, который там они проводят. В общем, его запретили. Там не только дядьки участвуют. Почему запретили? Значит, ну потому что это оскорбление. Призыв, разжигание. Чувств верующих. А, понятно. То есть до них дошло, наконец-то. Жители центрального района, где он проходил, им вот надоело любоваться их, в отличие от тебя. Они не видят здесь ничего миленького. Вот там сегодня был митинг большой, и вот одна девушка, я не знаю, как ее зовут. Давай мы ее послушаем, выступление на митинге. У нас есть права, и если проявление нашей природы кому-то не нравится, это не значит, что эти права надо отменять. Мы выступаем за свободу слова и тела. Дело не в одежде. Одежда – это всего лишь оболочка. Вот. Понимаешь, свобода слова здесь тоже. А одежда – это только оболочка. Вот что у тебя, какие миссии есть? Так она, наоборот, за право ходить голым. Ну, конечно, она же, я же тебе говорю, там был митинг протеста, что им запретили с голой жопой ходить по улице. Но здесь, к сожалению, понимаешь, вот ровно противоположные ситуации. Одним запрещают, другим заставляют. Да, недовольные, а других заставляют тоже недовольные. Да, вот это, видимо, потому, что просто в России быть голым всегда какое-то унижение. Вообще, и отсюда, заметьте, очень малое распространение нудизма, это вещь вообще немодная. Вот раздеть – это такое ужасное унижение. Раздеть – пустить, там, вывалить в пуху. Если здесь кто-то шагает голым, то это не доказательство, скажем, свободы слова или свободы нравов, а это отсутствие одежды, отсутствие денег, как правило. Поэтому, ну, во всяком случае, символ нищеты всегда нагота. Да, действительно, почему-то мы вот голого тела стесняемся. Вообще-то это действительно как-то вещь такая не принята. Я так понимаю, что ты призываешь не стесняться. Ты такой древний грек или древний римянин. Ну, да, грек любил нагое тело, как в этой пародии на Луначарском. Нет, тут ничего не поделаешь. По всей видимости, надо просто признать, что с этим национальным таким дресс, точнее, андресс-кодом, действительно, уже никак не справиться. Если людей заставляют фотографироваться голыми и видят в этом унижение, да, ну, помнишь, когда в поддержку принца Чарльза, снявшегося голым, стала гулой сниматься вся Англия, войска... Какого принца, господь с тобой? То есть не Чарльза, нет, не Чарльза. Принца Гарри. Если бы принц Чарльз снялся голым, я думаю, половина бы населения Земли просто бы ослепила бы от ужаса. Да его можешь смотреть только Камилла. Успокойся. Ну, поневоле вспомнишь, конечно, сказку эту «Голый король», да, потому что действительно без слез не взглянешь. Но, как бы то ни было, в России нагота до сих пор это нечто, если не позорное, то, по крайней мере, вызывающее. А в мире это что-то такое, да, такой... Ну, это действительно... Мунифестация свободы и естественности. Ну, это действительно вот как бы борьба за свободу слова. Она имеет к этому отношению, ходить в штанах или без штанов? Ну, понимаешь, ведь началось это тоже в России, если вспоминать классику, ведь это именно футуристы стали ездить голыми в трамваях, снато все дало стыд через плечо. Это нормальная русская практика, но она была устремлена против древесерства, дальнейшего русского же табу. Как видим, это табу оказалось вот совершенно непобедимо. Так что ничего интересного. Нас не заставишь любить голого, да. Есть же замечательный такой, кстати, полиндром. Я не знаю, можно ли его процитировать. Ну, а что там? Плохие слова? Вот, ну, оголи жопу пожилого. Вот это слово перевёртыш. Он напечатан широко. Оголи жопу пожилого. Я думаю, что это можно. Он до сих пор считается, что оголить – это действительно такое абсолютно репрессивное мера. Ну, ладно, всё, пора нам заканчивать. Пора. Значит, я прощаюсь с вами в новостях в классике до вторника. Дима, до завтра. Заканчиваем сегодня песней, которая вот навеяна этими всеми дискуссиями о неглиже, о ноготе. Но на самом деле, конечно, не о роли одежды или отсутствия оной, а о смысле жизни. Соня Сотник, фрагмент её композиции «Пятый размер». Пока. Где мой «Пятый размер» груди? Где мой «Пятый размер» груди? Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике.